Добрый вечер нашим зрителям. Так, неожиданно мы вошли в эфир. В эфире программа «Доживем до понедельника» в студии Григорий Гельфер, Евгений Гендин и меня зовут Елена Кальянова. Добрый вечер. Добрый вечер. А мы в эфире точно. Мы в эфире точно, да. Как-то неожиданно нас включили в эфир. Поэтому я предлагаю сразу вот наши координаты. А изоставка была? Была, мы не слышали. Наши координаты сразу оглашаем. Некоторые люди, у которых есть связь. Конечно, у нас есть сегодня прямой 370-3101. Работает он в течение всего эфира. Вы можете звонить, высказывать свое мнение. Но можете и не звонить. А можете и не звонить. Высказывать так. Или задавать вопросы. Мы услышим. Или подкидывать нам темы для обсуждения, если вы считаете их вашим. Я напомню, что у нас страница в социальной сети Facebook или Facebook. В американской фирме говорят Facebook. Говори FB. Да, я надеюсь, что я сейчас выведу эту страницу, где можно в течение недели перед передачей и сейчас, в прямом эфире, сейчас в 18 часов 31 минута, задавать нам вопросы, на которые Кальянова ответит с удовольствием. А вы будете молчать? Да. Да, конечно. 8 марта прошло. Ты меня троллила. Поехали. Нечего вам сказать. Ну что, давайте начнем тогда. Пережили вчера прощенное воскресенье. Ой, да. Facebook прощение все пережили. Очень модно теперь просить прощение на Facebook. Даже не в смс-ках, а на Facebook. Упрощенный процесс прощения. Да, отпускают все грехи, все мы сразу. И очень хорошо ты, кстати, сказал о том, что Facebook вносит большой вклад. Я такой, да. Ну и новую неделю начинаем с чистого листа. Ну я просто не с чистого листа, потому что если вчера было прощенное воскресенье, то сегодня непростой день. Сегодня международный день пи, числа пи. Ну помнишь вот отношение длины окружности к диаметру? Вот-вот, смотри, нам режиссера числа пи. А вот я помню 3,14. Дальше цифр не помню, они где-то там откаты какие-то. Дальше и не надо. Кто-то на каждом окаме. Да, вот на самом деле вот один там американский ученый, вот он сказал, давайте праздновать вот третьего месяца, 14-го числа, там в такое-то время, и это будет вот такой праздник. У нас вот там, где мы живем, у нас день пи каждый день, там, ну, включая все не обозначенные знаки. И все не обозначенные знаки, да. Я сказал, что здесь у нас день пи. Да, ты сказал, да. Не закрой твой канал, не переживай. Так вы же объясните, что это связано, 14-й, 0-3-я, да? Нет, я же сказал, нет, 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 3-й, это март, 14-й, это 14-е число, и дальше все как положено. То есть, чтобы люди не забывали о том, что есть такое число, и, в общем, это нормальное отношение. Надо купаться в фонтанах, что надо? Не, наливают 3,14, в общем-то, как бы, и выпивают. А еще и живут не по одной 12-й, а по 3,14, да, до принятия бюджета. Я думаю, что сегодня вместо перебивок будет звучать звук пи, 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 да. И число пи, а звук. Ну, и, кстати, в этот день, значит, вот, 13-го, как, 14-го марта родился Альберт Эйнштейн, тоже человек, который это число неоднократно употреблял, я не сомневаюсь, доказывая свою теорию относительности и всякие другие вещи. Я вспомнил Эйнштейна, у него много всяких интересных афоризмов, там, типа, вы думаете, все так просто, на самом деле, да, все просто, но совсем не так. Но все-таки была вещь, которая недоступна его пониманию. Вот Эйнштейн сказал, что, сейчас дословно, чтобы гения, самая трудная для понимания вещь на свете – это подоходный налог. Вот его бы к нам бюджет, это коллеги же. Пи, ты спошел звук, пи. Вот говорят наши режиссеры, что даже телефон у нас зазвучал звуком пи, я еще раз напомню, 370-3101, ждем ваших звонков. Начинаем новую неделю с поста, с чистого листа, и сейчас говорят, что главная тема, по-прежнему главная тема для людей, что же все-таки есть во время поста, кушать, в смысле. Ну, не друг друга. У нас меню прежнее, да, мы обсуждаем новости, события прошлой недели, это наша еда. Вот, и я начну, наверное, с, Кольша, я сказала о чистом листе, я начну с чистого символа нашего города, очень хорошее событие. Все вы знаете, что не так давно в Днепропетровске на фестивальном причале появилась такая композиция «I love Dnepro». Очень быстро она стала таким центральным объектом для фотографирования, хорошая декорация, и очень быстро ее наши европейские земляки, уж извините, ждущие свободного визового режима с Европой, исписали, испачкали. Хочу Европу, да, писали, хочу. Я бы даже сказала изгадить. Пи-пи-пи-пи. Вот, и вот очень хорошие люди, инициативная группа, я лично не знаю, кто это, но спасибо вам большое. Например, Катя Сорокина, Катя Штеновна. Да, на прошлой неделе они собрались и отмыли наш символ города, который теперь вот чистый. Наконец что-то нормальное в нашем городе отмыли, да, потому что... Со странички Днепропетровска Украина потратили весь день на оттирание этих позорных надписей на нашем символе, и теперь он у нас чистый. Я не знаю, надолго ли, и как с этим бороться, вот, мне кажется, что очень быстро все это... Я еще об одном символе нашего города скажу, который вчера подарил подарок, и как бы там злопыхатели и завистники не говорили, что это случайно, 4-1 случайно не бывает. Вчера Днепр очень круто, причем классно, в барселонском практически стиле, может, такой раз в день накануне дня ПИС случается, но просто кротоплазму. Да, команда Шахтер, да, Кротов, да, сейчас, правда, болельщики дружат, да, и это здорово, вот, 4-1, причем 3 из 4 голов, 4-й был в пенальте, 3 забиты в совершенно барселонском вот таком вот формате, очень здорово, в одно касание. Зазуля молодец. Да, и Зазуля забил головой. Я просто, у меня этот футбол под балконом, поэтому я, как бы, счет знаю. Они же стоят у Гаррика под балконом и говорят, Гарик, скинь мячик. Я, конечно, рискую, я понимаю. А Гарик выйдет. Мне кажется, это случайность. Ну, каждая случайность, как сказал один ученый, это проявление непонятой нами закономерности. Случайно можно один закатить, случайно можно там, 4-1, вообще, ты... Случайности бывают все. Кухня, дети и прочее. Нет, дай бог, дай бог. Ну, а если серьезно, мы говорили сейчас о символе города, я хочу все-таки говорить о символе страны, хотя я от символизма, в принципе, стараюсь держаться подальше, потому что есть же кумирство какое-то при жизни и так далее. Я сейчас не о кумирах, а действительно о символе, о горьком и гордом и достойном нашей стране. Я, там, о Надежде Савченко, сейчас не буду анализировать, куча конспирологии там всякой пытаются, там, и одни пропагандисты сказать, что это раздуто, а какую вы цену хотите, что это Путин, типа, ну, вот он же все раскручивает Путин, чтобы поднять ставки, а вы готовы отдать Крым, там, Донбасс, вот за Надежду Савченко. То есть идет вот такая манипуляция. В любом случае, символ сейчас нашей страны, это достойный человек с достойным образцом поведения, включая вот эти вызывающие у целомудренных людей, вот эти вот факи там правосудия. Ну, это люди у нас же все знают, как управлять государством, как вести себя на суде, как голодать, как на приемах у английской королевы. Да, у нас все знают, только теоретически у нас все знают. Вот, и был у нас в городе, вообще был по всей стране вот такой, как бы, флешмоб, и при всей моей нелюбии к флешмобам, я тоже вот впервые участвовал, я держал табличку, вот, я не знаю, как ты, знаю, что вот депутат Гельфер и просто человек Гельфер тоже с этой табличкой. Для меня это было, как бы, действительно очень, очень, очень важно. А что еще, вообще, наша программа круто в этом поучаствовала, большой респект режиссеру нашей, об этом говорила Украина и показывала Украину режиссеру Девятого канала, что вторично, а первично то, что это режиссер нашей программы, Глеб Добарин, лазерное шоу. Молодец. Ну, шоу, может быть, слово лазерное вот этот флешмоб. Вечером была у нас Надежда Савченко везде. Я хотел бы, эта идея вот Глеба Добарина, ну, действительно, это было очень трогательно, очень не люблю это слово, но волнительно и очень вот щипало, и очень красиво. Очень, да, красиво, давайте все-таки посмотрим. Можно вот фрагмент, Глеб, ты наслышишь, респект тебе за вот эту вот идею. А он сейчас нам даст красивое такое посылочное видео. Это мне понравилось. Очень музыка. Ну, поскольку последним кадром был Горсовет, ну, немножечко информации. О кадрах Горсовета? Да, не о кадрах. Ну, тем более, ты сразу после программы, я так понимаю. Ну, вот сейчас идет заседание фракции, там обсуждается, ну, предполагаемая структура. Ты пропускаешь его? Ну, я участвую. Нет, нет, он пойдет, он выйдет из студии и пойдет, потому что все равно вы умеете. Значит, вот обсуждение, ну, предполагаемая структура исполнительных органов была такая, достаточно, ну, вот, презентация уже в таком европейском, как бы, ключе. Елена Заика, это вот такой бизнес-консультант. А что, говорят, она как-то тайно проходила? Нет, она была не тайна, в принципе, все, кто там имел возможность, там не было ни оцепления, ничего, можно было прийти и все это послушать. Я думаю, что, честно говоря, чтобы все это послушать и разобраться, конечно, наверное, большого количества желания в городе, ну, не было, потому что, на самом деле, понятно, что она лучше, чем та система, что была, потому что та система, что была, ну, хуже уже была. Она прогнила, сейчас нас запикают. Но хуже то, что будет. Ну, безусловно, потому что, ну, на самом деле. В 3 и 14 раз. Да, людям рассказывать, чем департамент отличается от управления, просто у департамента есть бухгалтер, а управления нет. Это там достаточно сложно. Просто сейчас есть такая система, где очень много там таких важных и нужных департаментов подчиняются первому заместителю городского головы. Есть там, где заместители, у которых по одному департаменту, есть вообще какие-то там, ну, заместители важные, но без департаментов с бухгалтерией. А просто департамент, ну, в общем, все это, как бы, то есть из того, что люди все поймут, например, вот не будет районно. Да, вот, вот раньше, вот все, как бы, районные отделы народного образования, они были расположены по районам, им подчинялись школы. Были скандалы с питанием, там, школьников и так далее. А сейчас предполагается, что все это будет под, ну, под контролем управления народного образования. Горон. А количество горон увеличится? Ну, я думаю, немножко увеличится, но в целом, вот, за счет сокращения вот району, это, в общем... Оно нас покидает. Да, ну, я, честно говоря, при всех добрых словах в адрес вот этой вот, как бы, работы, то есть, в любом случае, вот в этой структуре больше смысла, чем было, ну, мне кажется. Я, честно говоря, вот просто считаю, то есть, пусть меня простят разработчики, но система, значит, где управленческая команда где-то в тысячу человек со средней зарплатой в 100 долларов управляет 10-100 миллионными, как бы, бюджетами Днепропетровска, я не верю в то, что это может быть эффективным. Ну, я не верю в то, что там человек с такой зарплатой, и тем более тысяча человек, могут эффективно работать. Тут либо это, ну, какие-то специалисты очень специальные такие там, либо есть какие-то другие механизмы, которые мы еще просто не знаем. Так вы бунтарь, Гельфер? Вы укроп-бунтарь? Не, почему? Я аналитик. Просто сегодня число ПИ, поэтому... Оно вот так вот просто висит над нами сегодня. Да, 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 поэтому тут надо еще разбираться. Но в любом случае... Так что разбираться? Вы же завтра, в среду, вы это собираетесь голосовать? Это, во-первых, все корректируется. Ну, проголосуем, отменим. Мы же, это же мы депутаты, что хотим, то и делаем. У нас уже висит звонок. Давайте послушаем с комментарием. Я думаю, что структуру исполкома обязательно мы сейчас еще... Это не то слово. Добрый вечер. Что скажете? Знаю, что ожидаете. Хочется сказать по Бигборду на набережной. Вы помните стеклянный шар был. Разбили. Ну, что, в Сибири сезуроза пачкать не строят. Что ж теперь? По Савченко, хочется сказать. Она человек военный, знала, на что идет. У нас больше полторы сотни ребят в плену. Им тоже не сладко. Ее хоть освещают, а про них вообще... И как им там тяжело, можно только догадываться. И хочется, чтобы премьером был Абрамович. Чтобы быстренько порядок наведел. Абрамович? Или Абрамовичус? Или Абрамовичус? Нет, Абрамовичус. Абрамовичус? Роман Аркадьевич? Тепойка. Это который Челси хозяин? Это который Чуготка. Какой Абрамович? Абрамович? Какой? Роман. Рабиновичус? Да нет, ну не Рабинович, не Абрамовичус. Ну, неожиданно. Это круто. Ладно, программа доживем до понедельника, приняла к сведению. Пи, пи. Да, и Абрамович, так и Абрамович. Ну, хотели же говорить о кандидатурах премьера. Да, конечно. Давайте, конечно, пошла такая тема, будем о них поговорим немножечко. Честное слово, скажу опять это заезженное уже Жене слово, меня бесят вот эти прогнозы. Это же твое слово, это я тебя зацепил. Уже два дня обсуждают кандидатуры возможных премьеров. Называются разные. Ярейские, там, кто еще появился, не знаю, кто еще. Там называли и Климкина, и Шимкива. Я не понимаю. Яценюк же не ушел еще. И Садового там. А уже Садовой только что. Вот вы не знаете, я знаю, потому что меня есть Айпад. Кстати, Абрамовича не называют. Садовой сказал, он намекнул, он встречался сегодня с президентом, он намекнул, что не готов быть, там за скобками можно читать, что там уже президентом метит. Он сказал, что да, мы готовы нести ответственность, но соразмерно той пропорции, вот за страну, в которой самопомощь представлена. Да, у нас 26 депутатов, вот соразмерно вот это мы, типа маленькие, но гордые, мы готовы нести ответственность в рамках вот этой. То есть просто свою золотую акцию. Мне кажется, у нас всем нечего делать, поэтому все делают прогнозы, и никто работать не хочет. Просто никто не хочет. Я думаю, что вот один из прогнозов, тоже хороший вариант был, эпатажить, так эпатажить. На той неделе Жерар Депортье наконец-то покинул территорию России и назвал при этом Россию большим вонючим сараем. Вот так вот, вот так вот меняются отношения. Там неточности перевода. Он сказал, да, он сказал, большой вонючий сарай, сарай, большой, и грант сарай. Вот, поэтому я думаю, что, ну, конечно, недвижимость у него в России осталась дорогая, и мордовская прописка тоже осталась. Вот такая морда тоже осталась. Я думаю, что он дальше поедет. Но актер-то гениальный. Это нехороший, неплохой. Ну, был гениальный, сейчас уже перешел на категорию. Ну, не Боша Куценко, но не плохой. У нас же модно сейчас приглашать в Украину грузинов, французов, литовцев. А потом как от них? Ксенофобия, да, нет? Ксенофобия, ваше что-то. И никто не знает, как от них избавиться. Ну, вот, минора в частности. То есть, ну, пригласили грузинов, а потом как бы... Вот, а потом отказали. На этой неделе, 15 марта, в Днепропетровске, в центре минора должен был состояться. Пройти антикоррупционный форум с участием Михаила Саакашвили, в частности, и многих других звезд наших политических. Но вот центр минора, в котором планировалось провести этот съезд, отказал, якобы отказал. Ну, там что-то с электропроводкой какая-то. По техническим, совершенно уважительным причинам. Очень много почему-то об этом говорят. И говорят, естественно, вспоминают, что это там Коломойский дал такие указания. А Коломойский сказал, хотите очиститься, идите в баню, а не в синагогу. И он сказал, что я ни при чем, что такое, я ничего не отказал. Я считаю, что с точки зрения пиара, это очень правильный ход. Я не знаю, кто там в миноре им подыграл, что они там, типа, как бы договорились, а потом запретили. И никто не знал, в общем-то, что такое будет. Это Бадона Михаилу хороший пиар. А теперь вот такие гастроли нормально пройдут там где-то. Они где-то пройдут совершенно. Им центральное помещение, цирк. Мне кажется, что цирк, вот, напротив, во-первых, нам близко. То есть ты против борьбы с коррупцией? То есть ты все-таки сходишь? Нет, я за то, чтобы форум состоялся недалеко от нашего места, где мы идем в передачу. Вот напротив нас сейчас 9-го канала цирк находится, замечательный мест. У нас такой цирк в эфире. Нет, если серьезно, это как бы отдельная тема. Я считаю, что это как бы симулякор, что это, ну, на самом деле это хуже, нежели, допустим, для меня это... Чем не бороться с коррупцией? Нет, это чем, допустим, партия регионов или что-то, потому что это... О, как я уже говорил. Это некий, это да, это имитатор, это заменитель. Давайте вот отдельно этому посмотрим. А я вообще считаю, что вот эти советские все методы обсуждения... И мне жалко Одесскую область, потому что она без губернаторов. Да, она все время без губернаторов, потому что она все время катается. Не надо за Одессу волноваться. Съезды, форумы, когда один выступает, все сидят там, я не знаю, что-то в носу ковыряются в зале и слушают. Пи, короче. Тебя это бесит. Зачем? Зачем это просто, зачем это проводить? Что конструктивного можно решить на таком подобном фоне? А можем мы не правы и Моритрограды, и вообще Бенин и Прихвостни, и так далее. Прихвостни, прихвостни. Ведь конкуренция политическая должна быть чистая, светлая и так далее. Поздравьте меня, пожалуйста. Ты подписал что-то, да? Да, я впервые в жизни подписал, впервые в жизни, реально, вот на 87-м году своей жизни. И распечатал даже текст. Подписал петицию, впервые в жизни, и она сразу в рекордно короткие сроки, в общем-то... Ты покажи телезрителям, а то там... Нет, это у меня подсказывает. А, я думал, ты там... Ты накрутил голосов, наверное. Нет, а там накрутить очень трудно, там надо поиздентифицировать себя и номер телефона и так далее. Я не подписывал ни там, ни про животных, ни про национальных, ни меньшинства, ни большинства, ни так далее. Про 8 марта ты не подписывал. А это действительно меня касает, потому что это мой город, это нонсенс, кощунство даже по отношению к тому, что я люблю, а я немного в этой жизни люблю, в частности, этот город, как это не громко. Короче говоря, петиция о лишении Александра Юрьевича Вилкула звания почетного гражданина города Днепропетровска. Я напомню, что была сессия... Пока он Днепропетровский. Да, была сессия горсовета, еще когда не был там депутат Гельфер, он в этом плане чист, он не был тогда депутатом. Она была 31 сессия, 30 января 2013, где Вилкулу, который, в общем-то, не является жителем города и какое-то короткое время был губернатором области, а в это время он уже был вице-премьером и готовил себя, видел себя премьер-министром, потом президентом. 99 депутатов горсовета из 101 присутствующего дали звание почетного гражданина города Днепропетровска. То есть, это нонсенс. Нонсенс даже не в том, что я не почетный житель Днепропетровска, Вилкул почетный, но нонсенс вообще при жизни давать. Но это надо стольки семи пядей. Я считал, я видел Вилкула несколько раз, я общался с ним, я там две-три пяди насчитал, но семи пядей во лбу. А что это дает? Это как почетная грамма. Ну, во-первых, там проезд, по-моему, достаточно льготный, чуть ли не бесплатный. Я бы не давал такие вот оценки. Почему? Ты не даешь их? Какие оценки? То, что Вилкул не заслужил? Не, про пяди, которые ты не увидел. Я же сказал, я, Гензин, Евгений Маркович, паспортные данные АМ-050-739. Он будет все в петичную. Теперь он будет почетным жителем области, потому что он не житель, не Брагатровский жителем области. Согласно статье 231 закона про обращение граждан, то есть теперь, если петиция набирает за месяц 900 голосов, а она за рекордные сроки набрала, там сейчас 980, это с запасом даже, еще 16 дней осталось этой петиции. Набрали только две петиции поданы, вот про велоинфраструктуру развития и про Вилкула. И наберет еще, скорее всего, про ограждение на новом мосту, вот антиаварийный. И теперь эту петицию после истечения 30 дней, она уже набрала, должны рассмотреть в течение трех дней и выносить, в общем-то, на вашу сессию. Но на самом деле это ничего личного, это действительно нонсенс, это нонсенс, там, Вилкул почетных гражданин. А у нас есть какой-то план по почетным гражданам? Я к стыду своему не подписал эту петицию, вот так провела дорожки, это мне важнее. Но я вот что хочу сказать, что вот Вилкул, да, там, это как бы уходящая натура, хотя на самом деле на нашем таком политическом вот этом театре там люди уходят, приходят. Вот сейчас, например, речь идет о том, чтобы возвращать Донецк, причем не вообще возвращать, а вот конкретно персонажам, таким как Ахметов и Бойко. Это тоже новая структура исполку. Да, на самом деле вот о чем идет речь, что для того, чтобы все-таки как-то, ну, относительно легитимизировать то, что там происходит, то, чтобы как-то это можно было объяснить и Западу, в рамках Минских договоренностей. То есть возникла идея, ну, у президента там, в администрации, чтобы Ахметов, значит, он был губернатором оккупированной части Донецкой области, а Бойко, значит, оккупированной части Луганской области. И вот под их чутким, как бы привычным руководством провести все-таки какие-то там выборы, ну, какие-то же должны там пройти выборы. Должны, потому что денег уже не хотят давать. Ну да, и Запад говорит, ребята, давайте что-то как-то такое, там, о том и санкции. Отменим. В общем, короче говоря, есть вот кандидатуры, и, в общем, судя по каким-то источникам, да, да, это версия, понятно. Согласия не дал, якобы устраивающие Москву, якобы. Нет, Москву Ахметов не устраивает, потому что за него мазу тянет Нуланд. А это как бы человек такой, который не очень Москву устраивает. Но, тем не менее, может, новые, появятся почетные граждане в ДНР, в ЛНР. Все может быть. Ну, очень же зависит. Действительно, давят на Порошенко, там, ему непросто. Вся эта ситуация. Запад хочет тоже выйти с таким, чтобы здесь вот, типа, сдыхаться от этого. Но, с другой стороны, да, терпеть под боком вот это вот, в этой буферной зоне вот такую кровоточащую тоже тяжело. И субъектность Украины отсутствует. Вот что, вот периодически такое ощущение. Вот, действительно, в этой статье, вот, где это описано, Зарахманин, я доверяю, в общем-то, хоть много критикуют, в «Зеркале недели», он приводит такой пример. Можно ли научиться, не боясь. Вот пример 67-го года, когда уроженцы, кстати, Киевщины, Леви Эшколя, значит, его, он был премьером тогда, он его называли самым мирным таким, самым несмелым премьером Израиля. И вот он в 67-м году отправляет своего, по-моему, обоя в Вен, не помнишь, министра странных дел, на переговоры с Джонсоном, президентом США, о помощи. И Джонсон, значит, выражает глубокую озабоченность, говорит, не надо, не влезайте в войну с арабами, значит, объектив нам и Вьетнама сейчас хватает, мы не готовы обострять отношения с Москвой. Короче, стоят и непровокуваты, говорит, и прекратил прекратить поставки оружия там и так далее, если будет младший партнер, то есть Израиль своевольничает. И сказал напоследок, вы не останетесь в одиночестве, если не будете действовать в одиночку. Премьер выслушал доклад, значит, Вена, когда он приехал, но решил действовать в одиночку, и была вот эта знаменитая шестидневная война, когда, в общем-то, с потерями, да, это ценой потерь, безусловно, но на голову разбили, значит, сколько там, шесть или четыре арабских государств. И не остался в одиночестве, и США не отказали Израилю, а респект и уважуха была Израилю. Это не призыв к войне, а напоминание достоинства. Это призыв к Израилю. Нет, это достоинство и ответственность. То есть я считаю в этом плане, либо граница до выборов, либо выборы за границей. Выборы по всему миру идут, и на самом деле, что тут наши выборы? В Кривом Роге это все мелочи выборы. Да, конечно. А вот американские выборы, на самом деле, все же от этого зависит. Да, американские выборы, да, те выборы, от которых, в общем-то, ну, реально зависит, поэтому можно уже забыть там фамилии Яценюк, Ереська, это все, как бы, а вот там, скажем, там даже делаются ставки, между прочим. Вот на, может, кто-то там играет на тотализаторе, вот на победу демократов дает 1,44%, это, ну, как бы, самая вероятная победа, не очень высокая. На победу республиканцев 2,75, ну, то есть доллар поставил, там 2,75 получил. У меня нет доллара сейчас. Ну, все, значит, ты пролетел. А независимый, значит, там вообще 51 доллар можно выиграть, если победить независимый кандидат. Ну, пока в него пророчат только вот этого вот, там, отмороженного Дональда Трампа, помнишь этот Трамп Тауэр? Почему отмороженного жжет, шоумен такой яркий. Нет, он шоумен, но многие, так сказать, там, понаехавшие в Америку так не считают. То есть, на самом деле, он же очень, ну, как бы, раскручивает вот эту популистскую достаточно тему, Америка для американцев. Зато он ни в ком не нуждается, ни в каких спонсорах, никому говорить не хочу быть должен. Но все равно он нуждается в голосах, и, в общем, мало того, республиканцы же его тоже не очень, как бы, ну, хотят, по большому счету. А там, говорят, большие дяди собрались, говорят, ну, что там, может, пора что-то там делать. Да, и, ну, он подсаживает рейтинг республиканцев тоже. Ну, наибольшая вероятность, конечно, все-таки у Хиллари нашей, вашей, Климптон, да, что она, как бы, есть там всякие другие люди. Моника Левинский проголосует. У нас две минуты, ребята, я предлагаю заканчивать 8 марта. 8 марта, да, тут, правда, Максим Ряполов спрашивает, что думают обыватели Гильфера, это же святое, Гильфер и Гентин примут в среду городской бюджет. Вряд ли, давай, коротко сказать. Ну, я городской бюджет не возьму. Насколько процедура пропуска необходима на сессии горсовета? Скажи, что от меня. Да, скажи, Максим, надо сказать, что от Гильфера. Давайте посмотрим, пока, Трамп не Трамп, но в России тоже есть очень, это фрагмент из официального, да, официального поздравления губернатора Липецкой области. Ну, это надо слушать долго, вдумываться, чувствоваться. Нет, нет, не только мужчины. А мы не можем вот так вот лихо, или это противникам правилам, душу выложить, а на все оставшиеся жизнь в аду забыть об этом. А давайте перенесем, ну ты же должен что-то хорошее. А давайте мы прям в эфире, да, вот сейчас, давайте мы... А давайте лишим его слова, это это не лишено. А крокусы у тебя есть? Он такая няшка, я не хочу его там скомканно, он все-таки, мы его покажем в следующем. Так бывает у нас, у них на телевидении, мы-то не профессионалы. Сегодня же день пинь, ну что вы действительно. Парковки, парковки, 10 уже, какую программу уже, 4, да? Мы до сих пор не умеем парковаться. Абсолютно. Ты обещаешь каждую программу научить. Я сейчас выйду, там у меня опять ждет полиция. А вот бюджет они примут? Бюджета уже у депутата. Не будет еще бюджета на этой сессе. И тогда выполню все свои телевизионные... Он должен провисеть 20 дней. У депутата бюджет заканчивается, он на штрафы разорится. Да, конечно. А вот когда они примут, и структуру, и бюджет, тогда я обязуюсь все свои долги, то, что я обещал по программе. А что, один я обещал, вы ничего не анонсируете. Потому что ты все время обещаешь, и 8 марта ты не любишь. А больше на времени, на программу хочется просто. Ну все. Потому что жить хочется дольше, и вообще... Вот давай что-нибудь такое оптимистичное в конце, потому что уже пора прощаться. Я хочу сказать, дорогие друзья, старайтесь любить Родину, несмотря ни на что. Потому что смотря точно не получится. Пи! И без пи! Все будет хорошо. Они в среду примут что-нибудь хорошее, наконец-то заживем, и не о чем нам будет гореть в программе. То есть следующую программу отчет по бюджету. Да. 100 дней Филатова на этой неделе будет обязательно. Это все будут обсуждать, нам расскажут, как в кулуаре. Липецкий губернатор, правила парковки, танец от Кальяновой на столе. Замечательный анонс. Молчащий Гендин. Молчащий Гендин. Спасибо за внимание. И цирк в миноре. Доживем до понедельника, до следующего, надеюсь, посмотрим. Оставайтесь на 9 канале. Страница Facebook работает всю неделю. Женя за ней следит, постоянно отвечает. Всем не грубит, старается. Доживем до понедельника. Пока. До свидания. Спасибо за внимание. Мы пошли. Мы пошли. И со мной два. Это же не знаю, как наставить гости. Демоны. Демоны. Два гостя. Просто лучше два гостя. Гости. А что гости? Гости. Мы же хозяева. Мы же хозяева. И со мной два хозяева. Демоны. Редактор субтитров. Демоны.